Всем привет, друзья! Сегодня мы продолжаем тему Лиги Наций и поговорим о том, как Польша дивизионы попутала, а тренер сборной России думает, что у него в команде роботы, а не люди. Итак, как мы помним, главный смысл Лиги Наций заключается в том, что ты играешь с себе подобными. И после чемпионата мира у многих возникал вполне логичный вопрос, а что в дивизионе А делает сборная Польши? Но рейтинг позволял, и сборная Польши попала туда, и, как мы видим, тот самый вопрос, он не был лишен смысла, потому что сборная Польши первой из всех вылетает из дивизиона А. Когда ты уступаешь дома по ударам в три раза, когда ты, играя дома, имеешь владение аж 30%, тебе просто не по пути с этими топ-сборными. Сборная Польши подумала, возможно, на какую-то секунду однажды, что она ворвалась внезапно в европейскую элиту футбола, потому что побывали на нескольких крупных турнирах. У нас есть Ливандовский топ-форвард, есть парочка из Наполи хороших футболистов, есть вратари, которые играют в топ-чемпионатах, но футбольной элитой так быстро не становятся. А потом мы смотрим на возраст главных футболистов этой сборной Польши и видим, что Ливандовский уже 30, что Блащиковский уже 32, что Гросицкий уже 30, что Глику уже 30. И эта команда обязана совсем скоро пройти процесс омоложения. И она уже его начинает. Там есть неплохие молодые футболисты, но они пока не готовы, конечно же, к борьбе в дивизионе А. А их туда бросили, и им там, конечно же, пришел полный конец. Хотя не все так печально. У сборной Польши и есть новое поколение, но его надо, конечно же, обстреливать. Есть Пентек, который в Дженуа творит такие сумасшедшие вещи, который сейчас лучший бомбардир Европы. Никто не упирается. Там они рядышком, конечно же, всякие разные. Месси, Андросилвы, остальные бомбардиры Европы. Но Пентек лучший. Его уже хочет и Боруссия, и Челси, и Барселона та же самая. Потому что вроде бы как пошла инфа о том, что Барселона хочет купить себе Пентека вместо стареющего Суареса. Это будет, конечно же, глупо. Я считаю, что это какой-то вброс. Барса может интересоваться. Но прикиньте сейчас. Месси, Коутиньо, вся прекрасная полузащита. Ракитич, Артур, Бускец и Пентек. Великолепно просто. Команда мечты. Но это будущее. А конкретно данный состав сборной Польши не закрепился на топ-уровне за всю историю своей игры. Побывали на турнирах, попытались там что-то сделать. Ничего толком не получилось. И вот уже им всем за 30. А вот сборная Италии омолаживается быстрее. И эта сборная Италии сыграла против сборной Польши примерно в то же самое, во что она и играла в недавнем товарняке против сборной Украины. Единственное отличие заключалось в том, что Манчини менял постоянно игроков в нападении. Менял позиции. Потому что если против сборной Украины Инсиньи играл в центре и искал там себе место, то в этом матче он был и слева, и в центре, и справа. Бернардески никак не мог понять, где ему играть, на каком месте. Но это в том смысле, что он постоянно путал защитников сборной Польши. Кьеза в первом тайме играл справа, во втором тайме слева. Вот постоянный хаос в атаке. И это, конечно же, действовало на оборону сборной Польши. И итальянцы нашли моменты для ударов. Ударили много, там почти 20 раз. Но забили только на 90+, там, слава богу, после углового. Вышел даже, как его, Лазанья. И Лазанья отдал голевую передачу, потому что Бернардески уже немножечко подвыдохся во втором тайме. И мне никогда не нравился Манчини как главный тренер. Его идеи мне не совсем понятны, потому что то, что было в Манчестер Сити, извините, там у каждого тренера было примерно одно и то же. Потому что играть по-другому футболисты Манчестер Сити не могут, не умеют. И они бы протестовали сразу же, если бы кто-то заставил Давида Силву играть не в созидание. Если бы кто-то заставил Яя Туре делать не то, что он делал раньше. Там кого не поставь, что Манчини, что Пилигрини, что даже пришел Гвардиола и усовершенствовал все это, там все играли примерно одинаково. А сам Манчини, где бы он потом не работал, в каких бы командах не работал, его же команды не играли, как Манчестер Сити. Значит, его тренерские идеи не настолько хороши, как многие думают. И мне они не нравятся. Но эта сборная Италии играет здорово. И омолодившаяся сборная Италии, у которой нету там опыта какого-то, Кьеза вышел молодой. Боррелла в центре поля, офигенный просто, ну слишком молодой. Инсинье, например, еще никогда не тащил за собой команду. Он не был лидером, а здесь надо бы. Особенно в атаке. Потому что в Наполе был Хамшек, он всегда тащил на себе. И были еще несколько лидеров. Всегда был какой-то Игуаин впереди, который бросал на тебя тень. Как в формальном, так и в физическом смысле. А здесь ему надо тащить. Потому что рядом с ним Бернардески, пусть уже и, так скажем, на понтах. Потому что он играет в Ювентусе. Он знает, что он что-то может, что он чего-то стоит в этой жизни. Но рядом с ними Кьеза. И им нужно всем добавить в уверенности. Потому что играют они здорово. Все молодые итальянцы играют здорово. И как только эта уверенность перерастет в уверенность в результате. Потому что они играют-то неплохо, но уверенности у них нет в результате. Вот тут придут и уверенные победы. Ну а так пока 1-0. Поляков еле-еле дожали. Но по игре вообще вопросов нет. У этой сборной Италии есть точно потенциал. И я не скажу, что этот состав сборной Италии, молодой состав сборной Италии, не имеет шансов достичь успехов предыдущего поколения. Уже завтра состоится поединок, который побьет рейтинги любого матча Лиги Наций. Пусть он и товарищеский. Но, как сказал Мауро Икарди, игры между Бразилией и Аргентиной никогда не были товарищескими. Сборная Аргентины сейчас строит новый проект и находится лишь на старте своего пути. У них в составе нет Месси, Игуаина и Агуэро. А вот сборная Бразилии вся в сборе и давно сыграна. Как раз самый подходящий момент, чтобы воспользоваться слабостью противника и победить его. Тем более, что последнее противостояние осталось за Аргентиной. Делайте свои ставки на матч Бразилии-Аргентина по ссылке в описании. Следующий поединок Лиги Наций – Россия-Турция. И вот это был матч, где сборная России была лучше, явно лучше. И контролировал ситуацию, ну, практически весь матч, за редким-редким исключением. И вот, наконец-то, вот здесь я думал, что можно будет посмотреть на сборную России с мячом, которая ведет игру, у которой больше процент владения, которая играет в позиционную атаку. Но! Но, как мне показалось, во-первых, поле было не предназначено для этого. Потому что мяч дробил постоянно, Гильермо не мог отдать нормальную передачу, когда ему катили назад, он отдавал на угловой, Чалханоглу не мог принять мяч нормально, Чалханоглу! Понимаете, здесь явно причина была не в его технике, не в мячах, а исключительно в поле. И благодаря этим кочкам мы увидели матч, который был наполнен множеством физухи и борьбы. А во втором тайме, когда команды устали, начали появляться пространство для контратак. Это и все, что было в данном матче, а жаль. Потому что сборная Турции была мертвая. Она очень плохо выглядит сейчас. Есть несколько звезд в атаке, но все остальные ребята, кто это? Это люди из Чвета Турции, которые, ну вот, далеко не то поколение сборной Турции, которая когда-то блистала на больших турнирах. Чвет мира 2002, Евро 2008. Эти ребята, это совершенно не того поля ягоды. И вот как раз здесь можно было посмотреть на сборную России, которая играет с мячом, которая играет первым номером. Но было сделать это очень сложно. И сборная России отказалась от этого. Я не знаю, специально или как бы так вышла из-за поля. Но сборная России имела только 40% владения мячом. И это еще хрен с ним. Но самое печальное, 68% точности передач. Это мало. Это мало. И причина тому, я думаю, что именно поле. По большей своей части. У сборной Турции им было настолько тяжело играть низом, что они выполнили больше 100 длинных передач за матч. Это вопиющий случай, потому что в играх, ну не то чтобы топ-команд, но очень качественных команд, 100 лонгболов – это нонсенс. Даже в матчах Лиги 1, английской, третьего дивизиона, четвертого дивизиона, иногда команды не делают по 100 длинных передач за матч. Потому что зачем? Уже даже там умеют играть низом. Но здесь не получалось ни у тех, ни у других сыграть низом. И такая игра изматывает сборную России очень сильно. Потому что Дзюба, например, вынужден постоянно идти на все забросы, бороться, сбрасывать мяч, потом сыграть в стенку, потом побежать в штрафную площадку. Зачастую клубы, которые и сборные, которые обладают такими нападающими, они их используют только внутри чужой штрафной площадки. Мы туда доведем до тебя мяч, навесим, и ты попытаешься там либо сбросить, либо забить. Чтобы он не тратил силы зря, не отходил в центр поля, не боролся там, не получал, конечно же, и по ногам, и по ребрам, потому что по-другому нельзя играть против Дзюбы. И это его очень сильно изматывает. Во втором тайме Дзюба уже не мог не ускоряться, ничего он совершенно делать не мог. Что касается Головина и Зобнина, они покрывают при такой игре, когда сборной России нужно постоянно, ну, так скажем, большую часть матча обороняться, играть в прессинге, потому что владение-то проигрывается. Они покрывают огромное количество пространства еще в обороне, потому что бегают постоянно поперек, перекрывают зоны. А потом еще быстро несутся в контратаки, потому что такая задача на матч. Отоборонялись и побежали, отоборонялись и побежали. И их это тоже изматывает, по-другому это не работает. И вот тут я ловлю себя на мысли, что прописная истина футбола заключается в том, что пока мяч у нас, нам, во-первых, не забьют, и нам будет легче играть. Потому что когда ты бегаешь за мячом, всегда это тяжелее, чем когда ты мячом владеешь. Пусть даже на своей половине поля, в центре поля, но твои футболисты в это время отдыхают по большей части. Все соперники Барселоны, они просто умирали клинической смертью на поле, пока Хави, Иньеста, Бускас, пока они вот там вот это все разыграют, разыграют, потом дадут пас на месси, и он выбежит, забьет уже с выхода один в один. Они катали их, катали, катали, накатывали огромный процент владения мячом, и соперник просто физически уставал и не мог уже следить за мячом. А сейчас у сборной России как раз-таки такое положение в большей части матчей, по крайней мере из того, что я видел, что она проигрывает владения и очень много тратит сил на вот этот самый прессинг и на слежение за мячом, когда тот у соперника. А потом еще и несется в контратаку, а потом назад, потом опять проигрываем владения, ждем, 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 забрали, побежали в контратаку. В начале сезона такую тактику использовать можно, потому что многие футболисты еще не устали, еще они готовы, они прошли там предсезонку, кто-то просто отдыхал после чемпионата мира. У них есть запас сил какой-то, хотя по дзюбе было видно во втором тайме, что все. И по головину, кстати, тоже во втором тайме было видно, что, наверное, все. И вышел Черышев, добавил свежести, забил гол, красавец. Вот это было как раз-таки вовремя. Вот эта замена была лучшей заменой в этом матче. Она произведена вовремя, она дала результат. Но если такую тактику Черчесов продолжит использовать постоянно, и, например, в весенних матчах, где у многих футболистов решающая стадия чемпионата, за плечами уже сколько там, месяцев 6-7 сезона, кто-то еще даже играет в Еврокубках, и ты заставляешь их играть в прессинг, проигрывать владения и играть в обороне, потом забирать мяч, тратить на это много сил, потом бежать в контратаку, то некоторые из футболистов начнут недорабатывать. Это нормально, потому что футболисты это люди, а не роботы. И когда ты весной заставишь их играть вот в это же самое, многие устанут. А в этой группе сборная Турции, это знаете, как сборная Польши в дивизионе А, что-то она забыла здесь, потому что с таким составом и с таким уровнем игры, потому что все упирается только лишь в то, что придумает там Челхану Глу, что придумает Ундер, но из серединки мало что вообще проходит, мало какой мысли там, ей здесь просто не место. С таким подбором футболистов, с таким уровнем игры, и даже несмотря на то, что она забирает себе мяч, вроде бы должна что-то придумать, и даже несмотря на то, что поле не в лучшем состоянии, все равно мысли там просматривается совсем немного. А вот сборная России уже в шаге буквально от попадания в дивизион А, но не забываем, что в дивизионе А, если сборная России продолжит играть именно вот так, те команды будут гонять еще пуще. Это вечный спор? Играть сегодня так, как будто у тебя последний матч в жизни? Или с мыслью о том, что завтра будет еще один? В топ-клубах и топ-сборных решить вопрос с усталостью можно с помощью ротации без потери качества. А вот где найти вторых Дзюбу и Головина, если они вдруг встанут? А при таком футболе после меня хоть потоп, они в один момент точно встанут. Субтитры сделал DimaTorzok